всем привет добро пожаловать в новый влог я как обычно во всей красе glam life продолжается ну а что делать у нас сегодня с вами будет практически клубничный влог во первых сейчас буду делать супер-пупер вкусные смузи вот когда холодно за окном я люблю теплые такие какие-то согревающие завтраки а вот когда наступает потепление я готова переходить на смузи не всегда не каждое утро как-то так по-разному по настроению тем более что сейчас начинаются свежие фрукты ягоды кстати некоторые писали мне что оля 2 килограмма клубники это так мало на всю семью вы знаете только я и игнат мы едим просто вот взять клубнику там или какие-то фрукты овощи что угодно и съесть без ничего а захар есть только в перемолотом виде а томок только в десертах или опять же в смузи поэтому пока они все спят я сделаю команде очень вкусные смузи для мальчиков то будет как второй завтрак и еще я поделюсь с вами таким десертом пальчики оближешь но это потом и хотела вам сказать это вообще анекдот чем я занимаюсь по вечерам я открыла для себя такого блогера я думаю что она вряд ли меня смотрит это девушка ее канал называется тренер лилька она вообще не полька но она живет здесь очень давно и ведет свой канал на польском языке я думаю что ее зовут лилия но в польше лилия это лилианна и коротком это лилька вот и я короче говоря по вечерам смотрю ее канал боже она такая классная она настолько позитивная и она вообще такая довольно нестандартная личность как мне кажется и снимает она по-другому чем многие вот не знаю смотрю прямо расслабляюсь перед сном если все же лилия на меня смотрит то огромный тебе привет и видите как я из украина она из беларуси мы обе живем в польше и она ведет свой канал на польском и я смотрю и в этом есть какая-то изюминка я уже давно думала о том чтобы тоже начать вести свой канал на польском я вижу ту нишу которую я могла бы там занять на польскоязычном ютюбе но у меня просто не хватает времени кстати мне предложили тоже один проект на польском и возможно это был бы хороший старт ну то есть чтобы я снимала видео на польском для одного канала я не знаю очень хотелось бы возможно когда дети начнут ходить в детский сад и у меня будет чуть больше свободного времени я этим займусь в общем лирика очень позитивная если вы хотите выучить польский ли вы его знаете хотите посмотреть и оставлю вам ссылку внизу можете к ней заглянуть очень классная такая необычная очень вдохновляющая позитивная личность так что перед сном включая ее и прям такое хорошее настроение засыпаю видимо тоже просыпаюсь сегодня у меня получился какой-то клубнично-молочный коктейль нежели смузи потому что томок на дух не переносит овсянку так что я сверху посыпала все мюсли а так у меня здесь пол килограмма клубники сахар ванилька и еще я добавляю греческий йогурт и вот такой творожок это уже пустая упаковка он гладкий можно сразу взять ванильный густой в польше это называется даньо но еще добавила чуть-чуть молока мыла маску нанесла свой привычный уход и пока что не подкрашивалась сейчас скажу почему кстати насколько актуально видео о весенне-летнем уходе я всегда больше про уход нежели про макияж но мне кажется что я уже столько всего рассказала по отдельности если вам нужно такое видео то я с удовольствием его сделаю я готовлю ролик о трендах уходе будет очень очень интересно но это отдельная тема а что касается ухода возможно я поочередно как-то это все покажу по быстрому во влоге что зачем наношу и как часто вот так быстро озвучу наверное так удобнее будет и вот раз в неделю я пользуюсь очищающими масками сегодня это было эфаклар от ларош паза очень люблю она на основе двух минеральных глин хорошо заживляет какие-то воспаления также очищает точки убирает несовершенство помогает справляться с постакне очень очень классная при этом она не пересушивает кожу то есть лицо не стянуто она такая комфортная и сегодня утром я проходила онлайн диагностику кожи я получила бесплатный доступ делюсь с вами внизу оставлю ссылочку не занимает много времени эти фотографии нигде не сохраняются только вы получаете результаты этой диагностики приложение было разработано как раз брендом ларош пазе я очень люблю их уход называется но эфаклар спотскан и там нужно сделать всего три фотографии то есть вы можете использовать любой телефон просто нужно выбрать нормальное освещение не слишком яркое и быть абсолютно без макияжа фотографируемся анфас правый профиль и левый профиль через несколько секунд вы получаете диагностику состояния вашей кожи и также в какой степени у вас есть акне это не то же самое что посещение врача но вы также можете получить бесплатное предупреждение о необходимости визита у доктора и также есть оценочная шкала от нуля это идеальная кожа я не знаю существует такая или нет до четырех плюс у меня вот с каждой стороны разный уровень акне но не акне они совершенно кожи и я тоже об этом знала я думала что техника не способна уловить какие-то моменты которые не всегда видны особенно при хорошем освещении это приложение смогло очень сильно меня удивило и поэтому я тоже вам рекомендую также вы можете получить бесплатный набор миниатюр из линейки эфаклар который вы можете заказать домой бесконтактная доставка или же забрать в ближайшие аптеки и еще предоставляется 15 процентная скидка на линейку эфаклар также вы можете пройти онлайн консультацию с врачом через сервис яндекс здоровье мне кажется что очень классная акция поэтому с удовольствием делюсь с вами и поддерживаю ее а тем более что мне кажется я могла бы быть амбассадором линейки эфаклар при том что у меня не проблемная кожа на постоянной основе но какие-то несовершенства периодически появляются это не всегда связано с тем что я ем это иногда какой-то гормональный скачок скажем так и вечером я ложусь с нормальной кожей а утром просыпаюсь и столько сюрпризов что хочется плакать и эфаклар это всегда то что ну я пользуюсь еще их таким гелем для проблемной кожи это то что всегда работает отменно наношу или локально тоненьким слоем или на все лицо если ситуация совсем плачевная это то что тоже всегда есть моей косметички это что касается ухода и чего-то такого интересного и полезного как мне кажется необходимого очень многим потому что акне это не только проблема подростков до 80 процентов тинейджеров сталкиваются с такой проблемой с такой бедой но также 40 процентов взрослых обращается к врачам дерматологом именно с высыпаниями с какими-то воспалениями так что мне нужно думать что это уже пройденный этап окна может возникнуть даже в зрелом возрасте вот такие дела поделюсь с вами своими результатами не самое лучшее сэлфи в жизни но суть не в этом я просто в шоке у меня всегда вот сколько я помню с правой стороны было лучше кожа а слева есть и рубцы и я не думала что это приложение заметит но вот следы акне и также у меня с левой стороны всегда было больше черных точек и смотрите внизу также идет рекомендация средств из линейки фоклар и здесь также есть вот это очищающая маска о которой я говорила поэтому видимо что-то я делаю правильно ты еще в этом приложении еще раз напомню что она бесплатно вы можете следить за состоянием вашей кожи и влиянием ухода то есть периодически делать такую диагностику вид спереди справа и слева здесь вот мои оценки воспаление следы черные точки в общем очень классная штука я всегда люблю такое пробовать наконец-то настал тот момент когда я буду делать десерт как видите я начала подготовку я немного нарезала клубнику она у меня не было крупной поэтому некоторые на 4 части а некоторые просто на половинку дальше мы можем сделать песочное тесто так как у меня есть слоеное тесто причем она у нас продается в таком виде что его можно использовать как для сладкой выпечки так и для соленой со слоеным тестом явно что-то пошло не так я тут пытаюсь испечь тар что-то как-то со сладкой выпечкой у меня не очень но это один из самых вкусных десертов поэтому я не сдаюсь готовьте со мной вам точно понравится я помыла и нарезала клубнику выложила ее на бумажное полотенце для того чтобы ушла вот эта ненужная влага и также сок потому что мы будем выкладывать ее на крем и чтобы просто тесто не размокло мы будем отдельно выпекать тесто и потом выкладывать все остальное честно говоря у меня нет любимого рецепта песочного теста девчонки если у вас есть поделитесь с нами в комментариях я возьму его из термомикса и напишу вам по-быстрому все в инфобоксе но хочу сказать сразу что я делаю тесто не сладким потому что крем будет сладким и чтобы ничего не слиплось короче вы поняли из бумаги для выпечки вырезала дно если не знаете как это сделать ставим на бумагу нашу форму обводим карандашом или фломастером вырезаем и практически всегда все хорошо подходит также обмазала бордики маслом и посыпала манкой я взяла форму поменьше потому что пока я тут возилась тестом чуть-чуть клубники было съедено так что будет больше крема тесто выкладываем форму я еще немножечко его так продырявлю вилкой и запекаем ваше любимое рабочее ведро я буду делать крем для этого нам понадобятся охлажденные сливки около 250 миллилитров можно взять 200 и вы знаете в последнее время у меня какие-то проблемы со сливками и с белками поэтому я купила вот такую интересную штуку наверняка в ваших странах есть что-то похожее раньше это называлась шметан фикс я когда-то работала и над этим брендом такая штучка которая удерживает сливки то есть они не опадают и хорошо взбиваются и одной такой упаковочке как раз достаточно для такого количества сливок еще берем маскарпоне 250 грамм на два раза пол килограмма маскарпоне и сахар по вкусу точнее даже сахарная пудра я возьму где-то 3 столовые ложки не больше у нас должен получиться такой однородный гладкий воздушный крем когда тесто испечется даем ему остыть по желанию достаем из формы или нет я решила достать и теперь заполняем нашу чашу которая получилась кремом и выкладываем клубнику только посмотрите какой волшебный весенне-летний десерт у меня сегодня получился и несмотря на то что я как-то не очень аккуратно выкладывала тесто форму в итоге получилось и симпатичной и поверьте мне что по вкусу это нежнейший десерт который тает во рту а если бы я его уронила теперь узнаете все что остается за кадром но почти все я тут и собираюсь и смотрю youtube и завтракаю я как-то была не очень голодна сегодня поэтому ем пудинг который готовила вчера это пудинг че а сверху у меня пюре манго так хотелось клубничку но она как раз закончилась вот и в прошлом влоге вам очень понравился мой макияж я тогда использовала тени из палетки от эвелайн это их новинка я буду делать на нее обзор и на губах у меня была одна из моих любимых помад она от бренда хэан это вообще недорогой бренд но очень достойный оттенок регги 605 она у меня практически заканчивается очень красивый такой более темный нюд обожаю хорошо держится и также я купила себе две новинки первое это универсальное средство от dior это и корректор и консилер также в качестве тона можно наносить слушайте это просто бомба потому что и под глаза и на все лицо он хорошо перекрывает при этом не пересушивает и не скатывается идеально держится до конца дня я в восторге наверное еще куплю их тон на лето и будем посмотреть также я опять сделала новые ногти и вы мне начали писать что у сами лак есть еще и другие красивые оттенки вот этого универсального средства которые я наношу без базы им также можно немножечко удлинять ногтевую пластину что-то там выравнивать она более густое я вам уже тоже подробненько рассказывала о нем ну то есть все они одинаковые по своим свойствам и даже не требуют топа но я топом опять же покрыла и это такой красивый нюд такой холодный нежно-розовый я думала что он будет полосить я вот сейчас только поняла что у меня вообще один из любимых гирлаков в сами лаке это делокейт пинк и здесь он также называется и это действительно такой же цвет но без заморочек нанесла в два слоя топ пока у меня была подружка мы с ним пили кофе болтали я сделала себе маникюрчик и прошлый такой же только в другом цвете у меня держался почти три недели и как-то захотелось совсем коротких ногтей сейчас ношу такие вот такой фреш у меня получился это при том что я использовала розовато персиковые оттенки теней мне кажется что они наоборот как-то освежают помаду я добавлю чуть позже когда доем вы спрашиваете чем же закончилась история с собачкой пока ничем мы были в нескольких питомниках и там очень нравится акита мы всегда говорили о маленькой собаке или собаки среднего размера акита но она такая выше колена и я не знаю я как-то морально не готова к такой большой как мне кажется собаки если уж так совсем по-честному то мне безумно нравятся лабрадоры это семейные собачки которые отменно ладят с детьми и не знаю как то так дома хочет одно я другое причем у каждой собаки свой характер и мы были в нескольких питомниках а кстати с акитой все не так просто потому что те щенки которые уже пришли на свет они зарезервированы оплачены то есть нужно ждать там два-три месяца а щенков у нас выдают в двухмесячном возрасте минимум а то и как бы дольше держат питомники и потом можно забрать домой так что если мы все-таки возьмем собачку то вы узнаете об этом первыми я обязательно поделюсь но пока что пока что у нас собаки нет дети просят а мы в раздумьях потому что это очень очень большая ответственность я хочу чтобы всем было комфортно и собаки с нами в первую очередь хотя я думаю что какую какую бы мы не взяли в любом случае это будет огромное счастье и это просто вы знаете как заморочки какие-то я бы даже дворняжку взяла пока я красилась волосы почти высохли так что сейчас иду их уложить я готова я кстати вернула тот топ с лимонами из h&m который я вам показывала в прошлый раз я говорила что он какой-то ну вот никакой очень сложно его сочетать с остальными вещами и нашла такой он тоже из того же магазина из тоненького до ним а и размер я укажу вам в инфобоксе я специально взяла себе чуточку больше сейчас секунду во первых чтобы он не обтягивал это раз во вторых чтобы он не был слишком коротким мне нравится как он сидит и в сочетании с белым цветом мне кажется что это очень нежно так красиво по весенне летнего можно и шортиками носить я надела своим старые белые брюки они у меня из зары с такой асимметрии сзади и и и лодочки я вам говорила что также покупала на распродаже в заре клатч у меня от подружки но точно такие же тоже есть на алиэкспресс причем в разных расцветках не самая удобная сумка но в качестве чего-то трендового я считаю что это неплохой вариант и тем более как бы не переплачиваешь так я уже готова к выходу и сегодня у меня вот такой очень нежный наряд очень удобно и между прочим потому что здесь каблучок устойчивый очень люблю такие сочетания светлый джинс с белым как-то так красиво гармонично выглядят напишите как вам мы находимся в одном из моих самых любимых мест в кракове это рынок подгурский перед нами костел святого юзефа мы с вами несколько раз него заглядывали и франции наверное в этом году лично для меня не будет но вот прям по центру стоит француз играет живая музыка и поет на французском языке такого мороженого я еще никогда в жизни не ела вот это зеленое но на основе масла тыквенных семечек и также цветного перца и когда он попадается то такой остренький очень прикольно а второе мороженое у меня с лепестками розы analytка на французском языке деревня не стесняйся иди это очень хорошо дядя играет так красиво иди ему положим мой набор велосипедиста выглядит так вода пластыри взяли также для дезинфекции рук антисептик это тоже для заживления ран если вдруг что пряники деньги лего айсти у мальчиков а захара что у тебя покажи носки горит если я замерзну лего паук ужасный тоже велосипедная дорожка не такая-то широкая и сегодня движение немножко переживала но вроде все нормально все едут очень культурно пьем воду перекусываем и дальше в путь но без приключений не можем во-первых томик решил нас догнать пробил колесо и оставил велосипед здесь на парковке теперь значит мы решили ехать на одном велосипеде он везет меня на моем и при этом всем у нас спала цепь и надеюсь мы сегодня куда-то доедем пристроилась так ждала этого времени года чтобы можно было покататься на велосипеде поехать в краков и к счастью пока потеплела так по-настоящему чтобы было приятно комфортно можно уже выходить на улицу я недавно перерыла весь дом чтобы найти свой любимый блеск это фэнти правда он уже заканчивается оттенок фуси он был в рюкзаке рюкзачок мне хорошо служит это милдскарта и чуть-чуть только вот внутри он может пачкаться поэтому нужно с него обращаться осторожно так очень удобно и всегда на все прогулки хожу с ним сегодня у нас обед на природе заказали мальчиком суши с креветками у меня под тай с креветками кстати так и не научилась сама готовить хотя мотивация была огромная даже куча всего накупила здесь еще рис с курицей для мальчиков а то макет тут вот так где-то накатались дети играются заварила себе кофе трава косится чувствую себя как вы отпуске все это пальма на фоне балдежная видите я перемыла и контейнеры и огромное количество кисточек это еще не все часть у меня в активном использовании зачем так много за 6 лет блогинга я сама по сути дела училась краситься это раз а во вторых мне интересно было попробовать чем отличаются эти кисти какими мне проще работать здесь также находятся все мои спонжи больше у меня нет и скажу вам вот что вот этот беленький ему больше года это шик очень люблю его он такой мягкий он кстати до сих пор нигде не порвался вот этот и брат также мягчайший это бьюти блендер он такой чумазый не отстирывается это немножко потрепанный эволайн real техникс и пушистик которым я наношу всякие пудровые текстуры у меня нет отдельного видео кисточка давайте в инфобоксе я оставлю вам название тех которые мне больше всего нравятся какие-то оптимальные и по цене и по качеству варианты и также самые классные самые удобные самое практичное по моему мнению также здесь присутствуют те которыми я в принципе не пользовалась что-то мне подарили вот например вот эти самая дорогая кисточка которую я купила себе как-то на день рождения от марк джейкобс и я ее не переношу она жутко неудобная но случается и такое также менее популярные кисти от сенсейшн но классная из натурального ворса ответе с натуральным ворсом я перемыла и надела на них такие специальные гардем я заказывала их на чуть несколько на херб на алиэкспресс для того чтобы они не растопыривались и чтобы они держали нужную мне форму и вот у меня тоже из китайского сайта из алиэкспресс джесап хорошие кстати тоже натуральный ворс много сейчас есть хороших кисточек на самом деле вот эти с желтыми ручками это беделлиум тулс и что-то для бровей лилуи даже люкс визаж у меня здесь присутствует тотальный микс и и все кисточки я люблю я не очень люблю их мыть но сам процесс высушивает мне руки и занимает слишком много времени а это моя любимая кисточка для пудры от икотулс тоже кину вам ссылку сезон лимонадов уже можно открывать так что я заранее заварила мелису она правда еще теплая буду использовать лед еще нашла в холодильнике сироп из айвы можно взять любой фруктовый можно в принципе без него заменить например медом но я хочу совмещать все то что имеется в хозяйстве чаек вот этот чайничек из икеи он хоть и прикольный но из него постоянно все выливается вообще непрактично мяты у меня к сожалению дома нет но я думаю что и так получится вкусно просто я советую вам заваривать всякие травяные чаи и совмещать их со фруктами с ягодами это очень вкусно у нас здесь такой огромный лук видите девушку на коне а еще каждый день там пасутся коровы непривязанные вот вам и жизнь в кракове под знаком день уже стал настолько долгим что можно спокойно комфортно ужинать на террасе у нас сегодня соседские дети так что мы готовим чуточку больше но ничего сверхъестественного то что обычно и шеф с опиролем смотри что в булки твои не сгорели колбаска бургеры и что у нас шашлычки еще опироль на меня исключительно летний напиток я вам говорила что я сейчас редко пью алкоголь но вот на пасху выпила маленький и сейчас все побежали на улицу а игнат тут занят лего и напоследок еще мои покупки из и чем дэм именно для детей так что кому актуально оставайтесь со мной все распечатаем и посмотрим многие закупились онлайн еще у меня была скидка в размере там типа 10 процентов или что-то такое так что я взяла сразу две пижамки захару для игната вообще не было ни одной но я оставлю вам ссылочки возможно в ваших странах еще доступны все цвета и для девочек там также есть шортиками я вижу что захару как раз на размер на рост 122 на возраст 6-8 лет вот эти как раз хорошо будут видела что онлайн также есть разные комплекты классные по расцветке и вообще комбинации суперские но их уже не было в наличии когда я начала заказывать так что взяла только то что осталось игнашику заказала это тоже вместе продавалась футболку и шорты на рост 104 на возраст 3-4 года и правильно сделала потому что они не маленькие но для захара как раз будут поэтому не знаю почему такая разница но вот на деток как и гнат советую взять поменьше а на 7 лет берите как обычно 122 сантиметра как раз нормально игнашки у нас любитель наряжаться даже дома он умудряется доставать пиджак надевать его со спортивными штанами рубашки носит дома и захара вообще не заставишь и также игнат очень любит футболки пола поэтому для игнашика я заказала четыре рубашки тоже в h&m есть недорогие я не помню какая из них сколько стоит вот это по моему дешевле причем она такая тоненькая я даже думала может это какая-то синтетика написано на стопроцентный катон игнат у нас очень любит такие мужские расцветки типа как у папы вот это точно подойдет ему а насчет желтой я не уверена хотя она не яркая но у каждого ребенка свои какие-то предпочтения и вот это очень красиво все рубашечки оставляю и брала в размере 110 на 45 лет и вижу что да они не мало мерят они просто стандартные и небольшие мерят тоже вообще-то это не пижама но чтобы игнат не обижался я также взяла ему такой комплект и он будет в нем спать тоже хлопок все натуральненькая шорты и футболка он как увидит столько радости будет он сразу все перемиряет вот такое поло голубое и белое продаются в комплекте там тоже какая-то адекватная цена и это плотный материал обычно захар носит игнат носит после него но так как захар не очень любит то игнашки много всего не досталось и потом мы еще передариваем вещи такого плана хотя после игната после его интенсивные носки я даже не знаю пойдет что-то дальше или нет но действительно качественный материал очень хороший если жаркое лето то конечно будет не очень комфортно нужно что-то полегче и так эти футболки у меня в размере 110 на 4 6 лет но как вам сказать и вот я помню игнашика год назад и такие пола были бы для него слишком велики поэтому для нерослого четырехлетнего ребенка я бы все-таки взяла поменьше размер для пятилетнего как раз хорошо и вот это точно так же вот эти футболки именно в такой морской расцветки они из года в год появляются и я сколько помню себя в роли мамы каждый год есть эти футболки и я вообще балдею когда мальчишки их надевают шортиками с любыми и мне нравятся такие вот спокойные расцветки на этом я буду заканчивать свой влог я надеюсь что вам сегодня со мной было интересно если да то не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень приятно и так же я хотела сказать вам огромнейшее спасибо за такой теплый прием за такой отклик после выхода видео о моих домашних фаворитах о каких-то бытовых любимцах такие ролики обязательно будут появляться на моем канале но наверное не слишком часто где-то раз в сезон или когда насобирается достаточное количество каких-то классных находок тогда я со всей душой как всегда сниму для вас такое видео все всех целую обнимаю хорошего вам дня пока пока до новых встреч уже совсем скоро